МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Своими песнями. Так, отлично. То есть вы не будете перепевать Таню Буланову? Это будет не батл? Нет, нет, нет. Да, у нас есть свои песни, которые пишет Морозова Ольга Владимировна. Достаточно много песен. У нас тоже была дилемма, с какими песнями выйти сегодня на сцену. Но я считаю, что мы подобрали достаточно интересный репертуар для наших слушателей. Все-таки за весу тайны откройте немножко. Интригу-то держите? Ну, интрига будут, конечно, совершенно новые песни, которые еще никто не слышал, кроме предыдущих городов, которые входили в тур. Это будет сюрпризом для наших слушателей. Ну вот в городах, которых уже были, как принимают программу эту? Хорошо принимают. Те песни, которые сейчас звучат на радио, их встречают на ура, подпевают, танцуют. И песни, которые знают единицы, которые действительно знакомы с нашим творчеством, которые следят за нашим творчеством. То есть они, безусловно, подпевают. Но есть и те, которые мало знакомы с нашим творчеством. Видимо, это Танины фанаты. Так. А тогда зрители какой? Зрители абсолютно разносторонние. То есть и молодые, то есть и молодежь у нас среди слушателей, и средние, и в возрасте люди абсолютно разные. Мы этому удивлены. Ну, как бы нам приятно. И мужчины, и женщины. Мужчин сейчас прирастает количество. Приятно. Чем берете? Платьями. Покороче? Ну, не то чтобы покороче, но да, мы работали над имиджем, подбирали разный стиль, разный образ, и все-таки остановились на платьях. То есть сегодня вы будете? В платьях. С декольте? Ну, с декольте как бы не очень. Ну, что-то там будет такое интересное. Хорошо. Вы тогда работали над имиджем. Вот раскроете, вы никогда не хотели быть блондинкой там, или кардинально поменяться и перекраситься? Не знаю, там в рыжую местью. У меня было время, лет 10 я ходила блондинкой, да. Да? Да, потом просто перестала краситься, это мой цвет волос. И вы ему верны теперь? И я ему верна теперь. А какой стиль в одежде вообще предпочитаете? Удобный. Ну, это что, джинсы? Да, джинсы, ботинки, кроссовки, я люблю вот все такое. Помимо творчества тогда, что кроме музыки, что вас увлекает настолько, чему вы можете часами заниматься? Это сын, это мой сынишка, ему 4 года, который подпевает, учит вместе со мной все мои песни. Это моя радость, мое счастье. Без него ни дня не могу, поэтому сейчас очень по нему тоскую. Ну, по видеосвязи постоянно с ним общаемся, видимся. А давно вы в гастрольном туре не виделись? Ну, три дня. Для меня это много, да. Между городами стараетесь встречаться или лететь домой? Да, мы стараемся обязательно. А как он вообще переносит разлоку? Вот как он вечером ухладывает? Ну, мне повезло с ним, что он компанейский, как бы, то есть с ним остается няня, он спокойно, он знает, что все, мама поехала зарабатывать денежки, чтобы поехать в Турцию. То есть он говорит, мама, едь уже, и все. А кроме Турции игрушек, наверное, целый воз? Нет, я стараюсь его не баловать, чтобы он не принимал это, как мама, если уехала, значит, точно привезет, чтобы он не ждал от меня игрушек, чтобы он меня ждал. У меня своя схема воспитания. А в дальнейшем планируете сына как-то вводить? Ну, у меня няня, она педагог. Няня педагог, и как бы она всему его обучает. В музыкальную школу мы тоже хотим, и в спортивную, потому что у него энергии нереальное количество, у него там бешеная энергия, он энергайзер просто. И, конечно же, и на футбол, и везде я его хочу уже засунуть, чтобы куда-то энергию свою одевал. То есть пока в планах нет, что будете совместно песни петь? Есть, мы уже поем. То есть люди, которые за нами наблюдают, мы часто включаем прямые эфиры, он поет вместе со мной самая любимая песня у него, «Заварю тебе чаю». Правда, он поет ее так, как он слышит, у него там свой текст, но все равно любимая песня. И зима. Сегодня вы выходите в тандеме. Почему Татьяна Буланова? Ну, вообще изначально Татьяна Буланова одна из первых моих любимых певиц из детства. Я до сих пор... Какую песню плакали? Да под все, господи. Я вообще, мне помню тогда лет восемь было. 92-й год этот был альбом «Летний сад». Ой, там кассета рвется, я ее заклеиваю лаком для волос, дальше наматываю. Это мое любимое. Морозова Анастасия, мой директор, тоже. У нее, кстати, есть видеозапись, где она поет и пародирует Таню Буланову. Потом Настя покажет Тане эту запись. У меня, к сожалению, такого нет. В наше время не было таких приспособлений. Но все равно, как бы, вот я безумно любила Успенскую, Таню Буланову. Еще у меня была кассета Шуфутинского и Аллегрова. Все, больше у меня ничего не было. Тогда вспомните встречу, как с кумиром, получается, да, встретились? Ну, так, я вообще стараюсь не проявлять своих эмоций. Так бы, я не знаю, Таня бы, наверное, уже сказала, больше меня с ней не надо сажать в один автобус. Если бы я все чувства свои сразу показала. Я очень скромна. Но все-таки было какое-то при встрече, что вы о ней думали по-другому, а увидели, и оказалось, что она совсем другая. Нет, как я ее представляла, так она и есть. А в творчестве? То есть в песнях, в творчестве она вот вся, она такая же в жизни. Я думаю, на следующий тур мы подготовим дуэт и немножечко разбавим программу, сделаем ее немножко интереснее. Думаю, успеем записать, потому что песня у нас намечается «Ох, огонь». Ждем вас сегодня на нашем совместном концерте с Таней Булановой. Приходите, будем зажигать. А я напоминаю, это была программа «По существу». Ходите на концерты, слушайте любимые песни, подпевайте. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова